Всем привет! Сегодня я буду слушать Перекинесиса. Вы просили, чтобы я послушала трек «Почему да потому что...» Почему-то запятых нет, не знаю. Но я не просто так его сегодня слушаю. Сегодня, 24 ноября, мой младший сын Илья поехал на концерт Перекинесиса. Правда, он сказал, что снимать он его не будет. Ну, не знаю, может вдохновиться, что-нибудь для вас заснимет. Но вот сегодня он поехал в Москву, концерт его будет слушать. И поэтому я сегодня думаю, ну, в знак солидарности, раз я там не была, то я должна просто его послушать. Понимаете? А тут рука моего старшего сына, Максима, он не хочет показываться вам. Почему? А потому что. Итак, почему да потому что, слушаю Перекинесиса, вместе с Ильей. Ой. Вдруг он в это время тоже эту песенку слушает? Вы представляете? А вдруг так совпало? Не холодно, не страшно. Я столько пережил, дабы однажды это взять на карандаш себе. Что бесценно, то неважно. И все, чем дорожил в тот раз кино, как бесполезнейший багаж теперь. Когда не нужно ничего и никого, тебе дыру не затыкают мне ни люди, ни наркотики. Не заполнит ни бутылка, ни девчонки. Есть 36 попыток, и оставлю все на черное, белое, красное. И в бубен как не бей, все напрасно. И чтоб реальность снова вся по швам не расползлась. Для нас я сочиняю себе сказки каждый раз. Почему да потому что, почему да потому что, с игрушками все равно ребенку когда-то достанет скучно. И я в паре тебе чушь, обязательно знай то, что мне тебе нечего рассказать, зай. Почему да потому что, мне скучно. Мы начали как дети, но кончили как игрушки. И я в паре тебе чушь, обязательно знай то, что мне тебе нечего рассказать, зай. Мы как бродяги на дороге без породы, я слова вновь метаю в себя, как дротики. И чем грустнее мне, тем веселее танцы. Весь фарс тут все чаще мне напоминает дарцы. Эй, сыпь гармоника, гармонист пальцы льет ручьем. По твоим розовым волосам, эй, огонь я. И я все искренне ни о чем, ни о чем тебе не сказал. За последние два года никто ко мне не был ближе, чем порох, боль, одиночество, алкоголь. И на все твои вопросы ответ один лишь икота, и все-таки слезы падают на ладони. А значит мне не все равно, и я тебе. Вот что расскажу-ка незнакомый мой приятель. Просто я теперь заложник обстоятельств. Все так просто потерять и невозможно отстоять, чтобы никто не знал. Чтобы никто не догадался, я никому не дал, а так же никому не дался в объятии. И я всю правду расскажу тебе лишь, чтоб во всем опять себе соврать. Почему-то потому что с игрушками все равно ребенку когда-то достанет скучно. Эй, я в паре тебе чушь, обязательно знай ты, что мне тебе нечего рассказать, зай. Почему-то потому что мне скучно. Мы начали как дети, но кончили как игрушки. И я в паре тебе чушь, обязательно знай ты, что мне тебе нечего рассказать, зай. Мне нравится перкинезис своей душевностью. Каждый раз об этом говорю, каждый раз удивляюсь. Это вот такая редкость пробраться в душу, независимо от текста. Хотя всегда душевность присутствует в музыке и в словах, и в его голосе. Такая, знаете, разрывающая душу всегда его тема. А вот, ну, вот он для ностальгии. То есть, вот как бы ты слушаешь, и тебе не надо текста. Тебе достаточно его голоса и музыки. Просто вот подумать, помедитировать и подумать о смысле жизни. Вот я бы так назвала его творчество. Это редко кому так удается, практически никому. Ну, вот перкинезису удалось. Ну, так как разбирать не буду, мне всегда перкинезис нравится. Наверное, один-два, может, мне не очень понравилось. Бывали лучшие треки его. Ну, этот тоже замечательный своей душевностью и всем тем, что окружило меня. Ну, так как мы слушаем это вместе с Ильёй, правильно? Он там, а мы здесь, и вы все со мной здесь. Как будто мы были вместе с ним на концерте. Вот не взял поразить собой. Всем пока!